Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Премьер-министр Молдовы Дурин Ричан считает, что российские войска не вторгнутся в страну. Он заявил, что Москва не сможет вести бои на двух фронтах из-за нехватки ресурсов. У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем. С другой стороны, Молдова имеет достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией Приднестровья. А Приднестровский регион, как и мы, стремимся к миру и стабильности, цитирует молдавскую политику издания Ньюзмейкер. При этом он отметил, что Кремль ведет гибридную информационную войну, занимаясь пропагандой и дезинформацией, а также продвигая провоенные нарративы. В то же время Ричан уверен, что Россия не сможет добиться успеха и напомнил, что Молдову защищает система ПВО Украины. Следует также отметить, что Молдова сейчас усиливает свой силовой блок, чтобы противодействовать планам России совершить в стране государственный переворот. «Россия очень хочет, чтобы там еще раз все воспламенилось. Именно с помощью России, чтобы там была точка напряженности, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание», заявил он. Данилов намекнул, что к попытке государственного переворота в Молдове Кремль может привлечь чеченских боевиков в феврале прошлого года заброшенных в Украину с задачей ликвидировать руководство страны. По его словам, сейчас те же чеченцы находятся в Турции и работают там спасателями. «Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти спасатели окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена», — добавил Данилов. В то же время Минобороны РФ обвинила Украину в якобы подготовке провокаций на территории так называемого Приднестровья. В Москве заявили, что украинские военные хотят инсценировать наступление россиян, чтобы создать повод для вторжения. В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования АЗОВ, говорится в сообщении Минобороны РФ. Там утверждают, что украинцы хотят инсценировать наступление россиян с территории Приднестровья, чтобы искусственно создать повод для вторжения. Для этого украинские защитники якобы переоденутся в форму российских военных. Молдове сразу отреагировали на фантазию Минобороны РФ. В частности, опровергли выдумки россиян. В правительстве страны призвали оставаться спокойными и верить только достоверной информации. Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Минобороны России. Наше ведомство сотрудничает с зарубежными партнерами. В случае угрозы для страны общество немедленно будет информировано, говорится в заявлении правительства. Ситуация в Молдове остается напряженной. Напомним, что в стране за последние две недели активизировались антиправительственные митинги, организованные пророссийской оппозицией. Тысячи людей выходят на главные площади городов, требуя отставки действующей власти, в частности, президента Майи Санду. Эксперты в один голос заявляют, что это действия Российской Федерации, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. При этом первоочередное стремление – это дестабилизация ради дестабилизации. Кремль хочет показать правительству Санду и всей Молдове, что без союза с Россией страна не будет развиваться, говорит молдавский политолог Виталий Андреевский. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.